на библейский портал экзегет поступил вопрос рассказать ли мужа своей бурной молодости и четырех абортах вопрос зачем если человек еще брак не вступил и на совести есть такие тяжкие страшные грехи наверное да но когда люди живут в браке но какая цель зачем это нужно говорить здесь знаете вот есть такой совет который связан с грехом лжи но не совсем то есть нужно отличать ложь от полу про от не полуправды ложь отличать от несказанной правды например если тебя но если допустим был у женщин аборт и муж спросит аборта делала но наверное на сказать да грешна был аборт я в нем глубоко раскаялась я хочу родить детей но если он это не спрашивает тогда специально говорить не надо но бывает очень страшные ситуации когда в уже в браке допустим женщина забеременела и в тайне от мужа сделала аборт кстати это является каноническим каноническим правилам для развода то есть если муж узнал что женщина сделала аборт его ребенка убил да он он может подать на развод и с ней разойтись но если это было до брака это бурная молодость то на совести женщина остается сказать или не сказать но самое главное не врать потому что когда люди начинают обманывать друг друга не запутываются у меня были был да была история когда женщина вышла замуж утаив от мужа что не есть ребенок уже не такой не маленький уже почти подросток и вот он жил с бабушкой и потом оказалось что бабушка не справляется начались большие проблемы и вот пришлось этой женщине сказать как это было стыдно как это было трудно как нужно было себя выпутывать из этих сетей лжи говорить о том что есть сын и его надо брать в семью и она очень боялась что муж сказать что я не хочу я тебя брал ты же мне не говорю что есть ребенок от первого брака у нас свои дети есть вот так что в ложь всегда от дьявола до человек когда лжет он породняется с бесом а куда без человека ведет он ведет его к пропасти он ведет его к разрушенной жизни с ним играться нельзя от него надо держаться подальше бежать всеми силами от беса потому что он только внешне тебе показывает такую привлекательную оболочку и через эту внешность как вот конфетку которую там показывают маленькому ребенку дяде взрослый искать пойдем со мной в подъезд эти там еще птичку покажу и вот без постоянно человека дальше дальше и ближе ближе к пропасти толкает поэтому всячески от него будем держаться дальше и наверное самый такой главный рычаг и средства у без это ложь когда человек начинает лгать считайте что без уже пришел в его жизнь а ложь бывает разный как говорила водорофей можно лгать словами можно лгать мыслями а можно лгать жизнью поэтому вот от этих вот видов лжи нам нужно стараться себя всячески беречь ну и стараться конечно жить по-христиански и не совершать этих страшных грехов о которых спрашивала наша слушательница и подписчица внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...